Добрый день, дорогие друзья! К сожалению, у нас связь односторонняя, то есть вы меня видите, я вас нет. Но хотел бы представить тех коллег, с которыми мы сейчас вместе с вами будем общаться. Это Сергей Антонович Каспирович, представитель Министерства образования. Это Олег Анатольевич Скрипко, заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы города Минска. На сегодняшний момент я не буду привлечениями, если скажу, что никто из нас троих не видел в себе потенциала, что мы можем собрать стадионы. Но, как показывает счетчик, уже более 10 тысяч подключилось к нашей трансляции. Для чего это задумывалось? Это ни в коем случае не пиар-акция, это действительно возможность откровенно поговорить и ответить на наиболее волнующие вопросы. И опять же, для чего делается? Мы прекрасно понимаем, что мы сейчас, общаясь с наиболее активной частью нашего общества, не буду привлечением сказать, что с будущим нашей страны. И я надеюсь, что в аудиториях очень много людей, которым действительно не безразлично, какой страна будет в будущем, какую вы эту страну получите. Потому что действительно сейчас в аудиториях присутствуют те люди, которые, я в этом уверен, со временем займут достаточно высокие должности в органах госуправления, и в будущем будут определять политику, курсы и развитие страны. Поэтому мы решили, что есть необходимость для того, чтобы не было действительно каких-то слухов, чтобы не было непроверенной информации, довести до вашего сведения текущую ситуацию по волнующей вопросе COVID-19 или коронавирусной инфекции и ответить на те вопросы, которые больше всего волнуют студенческое сообщество. Но это действительно замечательное время студенчества. Мы все, наверное, с большим удовольствием и легкой ностальгией его вспоминаем. И понятно, что с одной стороны это время, когда мы общаемся, когда получаем удовольствие, с другой стороны это время, когда мы с присущим всем юношеским максимализмом реагируем на все имеющиеся проблемы. Иногда эта реакция обоснованная, иногда не совсем, но в любом случае мы абсолютно уверены, что в нашей стране растет вдумчивое, разумное молодое поколение. И наша основная задача – довести до него информацию, которая позволит им делать правильные выводы, основанные действительно на объективных фактах. То, что касается ситуации, наверное, расскажу о коронавирусной инфекции. Уже много горилось, откуда она взялась. Это не новый вирус, он известен с 1965 года. Даже в нашей стандартной Т-системе на респираторные вирусы, в том числе, есть и коронавирусы, только несколько другие штаммы, которые циркулируют среди людей уже достаточно давно. Многие вызывают легкую простуду, и о них просто никто не думает и не знает. А некоторые достаточно известные представители семейства коронавирусов – это как SARS в 2003 году, который вызывал атипичную пневмонию, и он характеризовался более агрессивным течением тем, чем теперешний штамм коронавируса, с летальностью на уровне 10-14%. Это МЕРС или аравийский коронавирус, или верблюжий его еще называют, который циркулировал на аравийском полуострове и тоже был более агрессивный. Там цифры смертности были вообще ужасающими – до 30%. То, что касается SARS, как говорят эпидемиологи, он зашел в эпидемический тупик, и больше мы вспышек не регистрируем. МЕРС еще периодически отдельно вспышкой на аравийском полуострове встречается, но уже не в тех масштабах, как было раньше. Основное отличие COVID-19 от этих вирусов – это то, что если при SARS и МЕРС источником был всегда больной человек, то есть человек, который имеет клинические симптомы, и этот вирус в абсолютном большинстве случаев протекал именно с проявлением выраженных клинических симптомов, то COVID-19 может протекать в легкой форме и в форме носительства – это первое. А второе, что человек может быть заразным в тот период, когда еще нет никаких симптомов. Это именно за 2-3 дня до появления симптоматики, что обусловило такое достаточно быстрое распространение по миру. Но на сегодняшний момент порядка, по разным данным, от 81 до 85% людей с данной вирусной инфекцией переносят ее на ногах, как легкую простуду, без каких-то серьезных проблем, без обращения за медицинской помощью. От 10 до 14% людей нуждаются все-таки в медицинской помощи, и на фоне адекватного медицинского сопровождения они тоже выходят из этого состояния, без каких-то серьезных клинических последствий. 5-6% нуждаются уже в интенсивной терапии, кто-то в респираторной поддержке, в аппаратах искусственной вентиляции легких, то есть те, которые нуждаются в интенсивной терапии. Это наиболее тяжелая группа пациентов, и, как правило, это пациенты старших возрастных групп с какими-то сопутствующими патологиями. Поэтому сейчас действительно мир озабочен данной пандемией, которую ВОЗ именно объявила вспышку данного вируса как пандемии, и мерами по реагированию и минимизации последствий. Почему такая реакция? Ну, наверное, первое, что не пугает всегда что-то неизвестно, а это новый вирус. А во-вторых, это не будет привлечением сказать, что это первая пандемия, которая происходит в условиях такого информационной открытости, информационного сопровождения, социальных сетей, наличие большого количества людей с мобильными телефонами и с желанием, как говорят молодежи, хайпа. И этого многому обуславляют многие, скажем так, не совсем правильные оценки того, что происходит. Каждая страна выбирает свою стратегию борьбы с распространением данной инфекции, исходя из своих ресурсов и своих подходов. Я понимаю, что сейчас наиболее распространенный вопрос будет карантин, карантинные мероприятия, ограничения передвижения. И надо понимать, что есть еще шутливый закон Мерфи, что каждая сложная проблема имеет простое, понятное для всех ошибочное решение. Поэтому, чтобы действительно не принимать ошибочных решений, мы очень много внимания уделяли на изучение рекомендаций ВОЗ, на изучение опыта Китая, на изучение опыта соседних стран. И опять же, старались вырабатывать научно обоснованный подход к борьбе с данной инфекцией. Чем он обусловлен? Основная задача всех – это не допустить перегрузку в систему здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило то число, не превысило возможности системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь. И здесь мы применяем тот подход именно точечно за счет четкого контроля по периметру нашей страны. Это санитарно-контрольные пункты, которые организованы во всех точках въезда в нашу страну. Это аэропорты и автомобильные дороги, где налажена тотальная термометрия. То есть все приезжающие проходят измерение температуры тела. Сейчас я знаю, что начнется достаточно много. Люди рассказывают, что они прилетали и термометрия у них не проводилась. На самом деле термометрия проводится в потоке. Она проводится стационарными тепловизорами, которые установлены в аэропорту и которые многие воспринимают за видеокамеру. На самом деле тепловизор в потоке позволяет определить человека с повышенной температурой тела, к которому уже подходят медицинские работники и дальше занимаются с ним для того, чтобы выяснить причину повышения данной температуры тела. В целом почти больше 250 человек, прилетающих в аэропорт, были выявлены именно с признаками вирусной инфекции. Абсолютно большинство из них оказались банальный грипп, парагрипп, аден, рином, вирусная инфекция. Но в любом случае эта система контроля работает. Второе. При выявлении положительного теста проводится всегда оценка контактов. Есть такое понятие, как контакты первого уровня. Это те люди, которые плотнее всего общались с инфицированным человеком. Работали с ним в одном кабинете, ездили с ним в одной машине, летели в самолете в радиусе двух метров от данного человека. То есть есть другие признаки, которые позволяют определить контакт, тесный контакт. Кто кратковременно общался, вероятность заражения там минимальна, но они тоже берутся под учет уже как контакты второго уровня. Вот это точечное воздействие позволяет сдерживать распространение вирусной инфекции. Я думаю, что нас сейчас смотрят и представители технических вузов, которые не понаслышке знают, что такое цепная реакция. Так вот, основная задача службы – это не допустить неконтролируемой цепной реакции, а цепная реакция всегда неконтролируемая, а именно удерживать развитие ситуации в рамках ресурсных возможностей системы. На сегодняшний момент мы считаем, что нам это удается. Зарегистрировано, я думаю, если кто-то успел посмотреть в прессе или из Минздрава. У нас 86 пациентов, в которых мы получили положительный тест на наличие РНК коронавируса COVID-19. 29 пациентов – это которые в процессе уже наблюдения и лечения тем, кому оно понадобилось, и которые ранее имели положительный тест. На сегодняшний момент имеют от 1 до 3 отрицательных тестов. Часть из них выписана, часть из них готовится к выписке. Поэтому это то, что касается числа. Кроме того, мы наблюдаем и изолируем в стационарных условиях больше 1200 контактов первого уровня, это на данный момент. Часть из них выписана уже домой по прошествии 14 дней, часть этих контактов продолжает наблюдение. Для чего это делается? При тесном контакте вероятность заражения все-таки существует. Коэффициент передачи данного вируса где-то 1 к 2,2 к 2,5. Ничего не путаю. Да, то есть, соответственно, вот изоляция контактов первого уровня привела к тому, что у 41 человека вот этот положительный тест стал в процессе наблюдения, в тот момент, когда они были уже изолированы и не смогли никому передать этот вирус. Если, опять же, кто-то учится в технических вузах, он несложно посчитает, что в среднем инкубационный период 5-6 дней коэффициент передачи 2,5. То есть, при таких показателях, если бы они не были изолированы, то в течение 18-19 дней это дало бы больше 1000 новых случаев. Ну и, соответственно, дальше геометрическая прогрессия. Поэтому наше благо, во многом от многих соседних стран, что мы сохранили санитарно-эпидемиологическую службу, которая действительно проводит точечное эпид-расследование по каждому этому случаю. И расследование действительно проходится на самом современном этапе. Вот последний случай в одном из городов, где девушка, вернувшаяся из границы, решила посетить ночной клуб, и когда выяснилось, что у него все-таки положительный тест, хотя первый был отрицательный, проводилось эпид-расследование. В течение суток представители санслужбы вместе с представителем УВД осматривали все камеры видеонаблюдения, устанавливали все контакты личности, с кем она контактировала, после чего они взяты были под наблюдение. На сегодняшний момент наличие санслужбы позволяет действительно точечными воздействиями контролировать ситуацию, разрывать цепочки передачи инфекции и разобщать людей. Какая может быть альтернатива? Альтернатива в тех ситуациях, когда санслужбы нету, либо эпид-расследование не проводится, либо количество пациентов такое, что эпид-расследование провести невозможно, принимаются меры разобщения в виде карантинных мероприятий. Эти меры достаточно, чтобы понимать в долгосрочной перспективе, чтобы они привели к снижению заболеваемости серьезным, они должны продолжаться 12-13 недель. И мы понимаем, что вряд ли какая-то страна в мире выдержит 12-13 недель полного, скажем так, пролеча и изменения передвижения. И многие сейчас используют период сглаживания пиков. То есть, если они видят о том, что наступает перероска системы здравоохранения, вводятся достаточно жесткие меры для того, чтобы каким-то образом уменьшить, снизить скорость передачи, дать возможность разгрузиться системе здравоохранения, чтобы потом опять ослабить эти мероприятия. Надеюсь, что следующий пик будет не настолько большой, и система с ним уже справится. Мы эти подходы видим уже в Соединенных Штатах, когда Трамп предлагает вернуться к нормальной жизни после того, как первую волну, они считают, что все-таки система здравоохранения каким-то образом либо погасила, либо близка к этому. Это объявляет Бразилия на сегодняшний момент, это сегодня новость прошла. По похожему пути идут Великобритания и Швеция, которые периодически, даже в отсутствии такой разветвленной санитарно-эпидемиологической службы минимально вмешивались в развитие распространения инфекции с последующими точными карантинными мерами на ограниченный период для того, чтобы снять этот вал. Мы считаем, что на сегодняшний момент, благодаря проводимой профилактической работе и благодаря созданному резерву коечного фонда, который, сами понимаете, в рамках нашей страны, где более 70 тысяч коек для оказания медицинской помощи взрослому населению, 86 пациентов не могут создать перегрузку в систему здравоохранения, как и 1200 пациентоконтактов первого уровня, за которыми мы тоже наблюдаем. Единственное, чего мы боимся, изучая опыт наших соседей, это Италия, где основным источником распространения инфекции стал, во-первых, медперсонал, во-вторых, распространение очень быстро пошло в больницах, где и так лежали люди с сопутствующей патологией, люди, которые туда обратились в связи с проблемами со здоровьем, поэтому дополнительно коронавирусная инфекция, естественно, усугубила их состояние, обусловила такие высокие цифры летальности. Поэтому изначально было принято решение о разделении потоков движения пациентов и перепрофилировании больниц. Перепрофилирование больниц именно для размещения не больных на сегодняшний момент пациентов, а именно контактов первого уровня и избежать пересечения потоков пациентов после хирургического вмешательства с инфарктами, с инсультами и пациентов с инфекционным процессом. Поэтому вот этот резерв кое-как и создан, на сегодняшний момент его абсолютно достаточно, и планов дальнейшего перепрофилирования – это только планы. Потому что еще кто-то из великих мудрецов сказал о том, что всегда надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мы на сегодняшний момент не только надеемся на лучшее, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы мы в рамках этого прогноза и остались. Но это вкратце то, что на сегодняшний момент делается и как мы оцениваем ситуацию. Я думаю, что многие из вас посещают сайты, в том числе и ВОЗовские, те сайты, где ведется статистика по заболеваемости, и вы можете посмотреть по странам, как развивался процесс. Где-то это экспоненты – это действительно плохо, где-то это Южная Корея, где все-таки более плавная дуга. Мы стараемся в этом плане тоже держать эпид-процесс в управляемом, скажем так, русле. И вот пример Южной Кореи во многом очень показательный. У них схожие подходы к эпид-процессу. Они тоже проводили расследование большое количество тестов. А вот тестирование, выявление всех потенциально инфицированных – это тоже профилактика неконтролируемого распространения инфекции. Так вот, по количеству тестов Республика Беларусь, седьмое миллион жителей, входит в первую десятку стран мира. И, соответственно, это позволяет нам реально оценивать ситуацию. Много кто-то скажет, что кто-то прошел мимо тестов, кто-то мог быть заражен, но его не протестировали. Для этого есть следующая контрольная точка. Мы понимаем, что если есть какое-то неконтролируемое распространение инфекции среди населения, то когда этот один человек, да, возможно, мы его не увидим, и, возможно, в этом большой проблемы не будет. Если их станет там 10-12, то статистика, вещь упрямая, очень высоковероятно, что у кого-то из них возникнет пневмония, и они окажутся в больнице. Уже месяц назад был подписан приказ, что все пневмонии, которые находятся в больнице, средняя степень тяжести и тяжелая, они обязательно тестируются на наличие коронавируса. Соответственно, этого человека мы найдем на этапе больницы, и обратным ходом наша санитарно-эпидемиологическая служба выявит вовсе контакты и найдет тот источник, который на первом этапе прошел санитарный аккордон. То есть это выстроенная, шалонированная оборона, которая на сегодняшний момент позволяет адекватно отвечать на имеющиеся вызовы. Но если мы мобилизовали свою систему здравоохранения, сейчас есть необходимость и мобилизации со стороны общества, и такого активного части общества, как именно студенты. Как мы говорим, социальное дистанцирование. Избегайте ненужных контактов. Соблюдайте требования, банальные требования безопасности и гигиены. Ограничьте общение, визиты со своими пожилыми бабушками, дедушками, родителями для того, чтобы не стать источником не только коронавирусной, но и какой-то другой вирусной инфекции. Чтобы люди эти оставались дома, а не были вынуждены обращаться за медицинской помощью в лечебное учреждение, где все-таки риск инфицирования какой-то инфекции гораздо выше, чем когда человек находится дома в привычных условиях. Поэтому это такое, может быть, слишком длинное вступление, но хотелось всеобъемлюще информировать о том, что то, что наши мероприятия не настолько эффектны, это не значит, что они менее эффективны. Мы изначально проповедовали принцип, что мы стараемся быть максимально эффективными, а не эффектными. Но сейчас вернемся к вопросам, точнее перейдем к вопросам. «Ведут ли карантин в университетах?» Это вопрос. Минобру, вы сначала скажите решение какого на госуправление, а потом я скажу, что мы об этом думаем. Да, могу сказать, что на сегодняшний день вопрос о введении карантина в университетах, в колледжах, в других учреждениях образования. Министерство образования с учетом той информации, которую мы имеем от Министерства здравоохранения, с учетом мониторинга ситуации, считает нецелесообразным. Поскольку, опять же, весь комплекс действий, который направлен на профилактику, на минимизацию контактов в системе образования, проведен. Начиная от отмены или перенесения на более поздние сроки массовых мероприятий, продолжая корректировкой графиков учебных занятий в течение дня, в течение учебной недели. Собственно говоря, мы, если говорить коротко, просто и понятно, не видим сегодня целесообразности введения вот этого режима, который называется словом «карантин». Поскольку учебный процесс идет эффективно, вы, господа студенты, я думаю, что большинство из вас поступали на дневную форму, вы учитесь в рамках традиционных подходов, в рамках проведения занятий, лабораторных, практических, поэтому никакой необходимости сегодня мы в этом не видим. Ну, этот вопрос немножко пересекается с вопросом Елизаветы из БГУ первого курса. Скажите, пожалуйста, почему у нас не могут перевести на дистанционное обучение? Я понимаю, что дети реже болеют или легче переносят, но они являются переносчиками. Ну, почему нет необходимости введения карантина, уже объясняли. Я еще хотел бы акцентировать внимание, что у нас уже был не совсем позитивный опыт перевода на дистанционное обучение БНТУ, когда мы предложили все-таки остаться в местах проживания и проводить обучение дистанционное и не покидать город Минск. Что мы в итоге получили? Что порядка, наверное, 600, если не больше, студентов в БНТУ в тот же день уехали по городам и весям, мы в течение суток еще передавали информацию в органы здравоохранения о том, кто из студентов прибыл к ним на территорию, чтобы они взяли, были взяты под контроль. Больше сотни было госпитализировано в разные лечебные учреждения республики в связи с признаками респираторной вирусной инфекции. Ни в одном случае коронавирус не подтвердился, но в любом это опять же мы объясняли, почему не стоит уезжать, что лаборатория сконцентрирована республиканская в городе Минске. Если будут какие-то признаки вирусной инфекции, то вас возьмут тесты, вы достаточно быстро получите результат. Если вы уедете за пределы Минска, у вас это возникнет, то у нас будет дополнительная проблема, связанная с транспортировкой материала, ожиданием ответа. У вас будет больше период неопределенности, ожидания результатов. В результате, что несколько под тысячу студентов наши требования игнорировало, потом находились в больницах и писали гневные письма, почему они уже вторые сутки ждут ответа на свой анализ. И опять же поехали действительно к своим бабушкам, дедушкам, то есть сделали диаметрально противоположное то, что не надо было делать, от того, что требовалось делать. Поэтому мы в рамках компенсирующих мероприятий, чтобы опять же они не являлись переносчиками, это усиленный контроль за состоянием. Мы настоятельно рекомендуем при малейших признаках вирусной инфекции оставаться дома или в общежитии и вызвать врача, а ни в коем случае не ехать на занятия. Мы сейчас рекомендовали, я знаю, что в большинстве городов и вузов это сделано, сместить время начала занятий для того, чтобы уменьшить интервал движения общественного транспорта. Во-первых, чтобы не допускать в часы пик переполненного транспорта. Во-вторых, чтобы разделить потоки движения тех, кто едет на работу и тех, кто едет на учебу. И опыт БНТУ и БГУ, когда мы проводили эпид-расследование, вот эти мероприятия ограничительные продемонстрировали о том, что ни в первом, ни во втором случае какой-то вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции не произошло. И вот этими мерами удалось это локализовать и погасить. Поэтому я считаю, что, наверное, это на данном этапе, я еще раз говорю, что на данном этапе это наиболее рациональный подход. В любом случае мы всегда анализируем эффективность и мы используем риск ориентированный подход. Если мы будем видеть, что риски сохранения данной формы высокие, естественно, мы будем принимать дополнительно компенсирующие меры. Но на сегодняшний момент мы этих рисков не видим. Тем можно, публикующие статистику по колькости инфекционных указывать, в каких родах яны выявлены. Это с одного боку промышало бы быть больше осторожными, с иншего сменьшило бы поничные отшутки. Но, как показывает практика, мы пробовали изначально более точную информацию давать, где выявлен случай инфицирования. Но это привело к тому, что многие средства массовой информации, а также представители блога «Сферы» начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан, пытались выяснять, как работают их предприятия после получения данной информации, что происходит в городе. Таким образом, они больше осеяли панических настроений, чем действительно помогали. Это первое. А вторая негативная тенденция, что люди стали менее охотно рассказывать о своих контактах, стали позже обращаться уже столько с клиникой, и это существенно затруднило наше эпид-расследование. Поэтому больше осторожными надо быть везде. Мы должны понимать, что мы живем в глобальном мире, в мире, в котором не только коронавирус. Мы еще находимся на пике сезонного подъема заболеваемости и другими респираторными инфекциями. Мы только-только начинаем с этого пика спускаться. Соответственно, те требования, о которых мы говорим, они уникальны для любого инфекционного процесса. То есть мыть руки, не трогать грязными руками глаза, не с малейшими признаками болезни оставаться дома, с признаками инфицирования не общаться с людьми, которые находятся в группе риска. Это касается и гриппа, и парагриппа, и коронавируса. Поэтому эти требования надо соблюдать везде. А в каких городах мы проводим противопедемические мероприятия? Ну, по-моему, население это знает и так достаточно хорошо. Поэтому дополнительно публиковать на сегодняшний момент мы смысла не видим. Надо ли отказаться от посещения столовой библиотеки? Можно ли заразиться через книгу на свидание? Ну, свидание, это, по-моему, святое. Но все-таки мы этот вопрос адресуем специалисту-инфекционисту, который, наверное, более на него ответит компетентно. Добрый день. По вопросу посещения столовой. Если все поверхности обрабатываются так, как положено, посуда моется так, как положено, то какого-то повышенного риска нет. Книга в библиотеке, ну, теоретически и может быть. Но если вы будете листать страницы и облизывать пальцы, да, тогда может быть. Или тереть глаза. То есть тут уже сказано многократно, что при контактах с любыми поверхностями нужно вымыть руки, и тогда уже только трогать глаза, лицо и тому подобное. Можно использовать в каких-то случаях, если вы где-то находитесь в недоступности воды, возьмите влажные салфетки хотя бы, чтобы протереть руки. И, в принципе, этого достаточно. Вирус со страниц книги не прыгнет на вас. На свидание. На свидание, да, это, конечно, да, хорошее дело. Вот, ну, тут свидание ничем не отличается от обычных тесных контактов. Поэтому если вы приехали откуда-то и были, считаете, что вы где-то могли быть в контакте, то, естественно, вам вступать в тесные контакты с другими людьми не рекомендуется. Ну, на сегодняшний момент, как показывает, это даже небольшой наш опыт и опыт наших коллег, что эндорфин, либо гормон радости, которые выделяются на свиданиях и при более тесном общении повышает иммунный статус организма. И в этом плане риск инфицирования делают меньше. У нас есть уже даже свой опыт, да, по поводу общения. Девушка, скажем так, спокойно прошла, абсолютно интактно. Вот за родителями пришлось понаблюдать. Поэтому в этом плане, я думаю, что весна, свидание, положительные эмоции, оно позитивно скажется на общем состоянии организма и повысит в том числе его устойчивость к вирусным атакам. Ну, а на поверхности книги, наверное, груз несколько часов только сохраняется. И через неповрежденную кожу он не проникает, ну, а прыгать он тоже не может действительно. Поэтому в интернете гуляет этот вирусный ролик, который пришел из Соединенных Штатов, где медперсоналу настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности, носить маски, не трогать руками глаза, а при этом слюняли от палец и перелистывают страницы. То есть это вызвало большой смех во всем медицинском сообществе. Поэтому действительно библиотека, если не использовать эти вредные привычки при перелистывании книг, я думаю, что здесь это тоже не может стать очагом распространения ПИД-процесса. Так, Ульяна, студентка, второй курс, юридический колледж БГУ. Почему в СУЗах пара начинается в 8.00, а не в 9.10, как в университетах? Утром огромная толпа. А вот это дельное замечание, я думаю, что это вопрос больше. Если конкретно речь о юридическом колледже, я так понимаю, о нем речь, соответственно, мы принимаем это во внимание и соответствующее решение примем в ближайшее время. Поскольку те корректировки времени начала занятий, которые у нас уже произошли, они, конечно же, касаются и должны были касаться не только ВУЗов, но и СУЗов. Поэтому обязательно внимательно посмотрим на Ваш вопрос. Анастасия, третий курс БГУ. В зарубежных странах сейчас работают волонтерские движения показания помощи в связи с COVID. Кому и чем могут помочь наши студенты в данной ситуации и нужна ли помощь? Ну, все, опять же, надо рассматривать, какая помощь. Естественно, мы не призываем работать в медицинских учреждениях и пока помогать медицинскому персоналу. Это, во-первых, нет необходимости. Во-вторых, это повышенный риск. И опять же, если вспомнить шутку времен Советского Союза, почему НАТО так и не напало на Советский Союз, потому что лучшие аналитики не смогли просчитать, чего ждать от необычного русского солдата. Поэтому здесь вот тоже, что будет делать в медицинском учреждении не обученные волонтеры, это большой вопрос. Но всегда рядом с вами есть люди, которым нужна помощь. Которым нужна помощь, возможно, в вашем подъезде. Живут старики, которым тяжело сходить в магазин. То есть, ну, помогите в этом плане удовлетворять их потребности без выхода от дома. Сходить в аптеку, принести продукты. Но мы опять же говорим, чтобы не делать это массово, потому что, как показывает многая практика, практика многих стран, о том, что для некоторых людей нет ничего святого. И сложным периодом жизни общества всегда найдутся мошенники, которые будут, возможно, этим пользоваться. Поэтому мы рекомендуем пожилым людям все-таки открывать это только социальным работникам и работникам Красного Креста. Но если вы живете в одном подъезде, и люди вас знают именно визуально, и им нужна помощь, ну, помогите им в этом плане. Действительно, это будет снизить риск о том, что им придется выходить из дома и где-то инфицироваться. Ну, какая еще может быть помощь от волонтеров? Ну, основная помощь, наверное, это все-таки информирование. Это донести до сведений своих родителей, своих бабушек, своих дедушек, своих тетей, знакомых, о том, как правильно себя вести в период подъема, эпидподъема заболевания, что надо и что не надо делать. Вот если вы это сможете сделать, ну, вы уже видели наш флешмоб, который мы запустили, это направлен именно на... Опять же, среди вас есть знакомые, которые недавно вернулись из-за границы. Настоятельно рекомендуйте им в течение 14 дней максимально ограничить свои контакты и не выходить за пределы квартир. И вот именно в отношении пожилых людей, людей с вагоническими заболеваниями, людей, вернувшихся из-за границы, вот и был запущен этот флешмоб, людей с признаками, малейшими признаками респираторной вирусной инфекции под лозунгом мы... Именно обращение медицинских работников. Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останетесь дома, чтобы помочь нам. Поэтому унесите знания в массы, помогайте тем, кто рядом и кому тяжело. Ну, соответственно, если вы хотите кому-то из пожилых принести продукты и оказать помощь, ну вот в этом случае надо одеть маску для того, чтобы защитить не себя, а защитить этого человека именно от возможной передачи инфекции. Тут был вот вопрос от Варвары из... Игак это что? Игак, колледж, колледж, колледж. В общем, второй курс Игак. Стоит ли носить марлевую повязку и избегать людные места? Ну, на то же вопрос. Вам, Олег Антонович. Насчет марлевых повязок. Ну, все же понимают, что марлевая повязка в силу своей структуры, она не отфильтрует вирус. И, в принципе, этого вируса в окружающем воздухе, скорее всего, что нет. А повязка, которую вы будете носить длительное время, она станет влажной, на ней будут другие микробы. Поэтому смысла здесь большого нет. Есть смысл в расстоянии, есть смысл в соблюдении каких-то интервалов между людьми. Личная гигиена. Личная гигиена. Личная гигиена, которые уже, ну, тут уже многократно об этом говорили. Вот. Ну, вот. Пока нет. Пока, собственно говоря, и вообще нет. Нет смысла. Ну, чувствуется железная дисциплина здравоохранения. Наш коллега из Гомельского медуниверситета подписался Иван Иванов. Ну, хотя вопрос абсолютно правомеренный. Действительно, если бы даже за этот вопрос вам точно ничего не будет. Достаточно ли запас мощных противовирусных препаратов для лечения заболевания на начальных стадиях? Хватит ли аппаратов ВВЛ в случае выхода ситуации из-под контроля? Ну, на сегодняшний момент мы должны понимать, что этиотропного лечения, которое воздействует непосредственно на сам вирус, на сегодняшний момент нет. Препарат Асильтамивир, который используется для лечения гриппа, у нас есть в достаточном количестве. Мы его включаем в схемы не потому, что мы надеемся о том, что он окажет мощный терапевтический эффект на коронавирус, а потому, что мы действительно видим микс заболевания, когда у пациента есть и коронавирус, есть и гриппа H1N1. И таких случаев мы видим немало. Это первое. Второе, то, что в протоколы входят комбинированные препараты антиретровирусной терапии для лечения СПИДа, АЛУФИА, в том числе, АЛУВИА, в том числе. У нас запасы этих двух препаратов созданы в достаточном объеме. Даже больше, скажу, эти препараты выпускаются нашей промышленностью. Здесь, опять же, вопрос стоит очень архитичный препарат антибиотики и резервы для лечения возможного осложнения в виде пневмонии. Мы эти препараты не только производим сами, мы их экспортируем еще во многие страны. Поэтому на сегодняшний момент создан неснижаемый запас, который позволяет вот эту нашу потребность удовлетворять. Хватит ли аппаратов ИВЛ? Здесь мы надеемся и делаем все для того, чтобы не доводить ситуацию до того, чтобы нам в массовом количестве понадобились аппараты ИВЛ. Но мы провели полную ревизию имеющихся наркозно-дыхательного оборудования, это аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты, которые в короткий период времени могут использоваться в качестве ИВЛ для вентиляции пациентов. Систем централизованной, децентрализованной подачи кислорода. И несколько статистики, которые сейчас гуляют по интернету, о том, что в Соединенных Штатах на 100 тысяч жителей приходится 12,9 аппаратов ИВЛ. В Италии 8,8, если я не ошибаюсь. Если брать все наркозно-дыхательное оборудование, то в Республике Беларусь это цифра 38. Если брать токочистые аппараты ИВЛ, то это больше 25. Поэтому мы считаем, что вот эта программа переоснащения оборудованием операционно-реанимационных блоков, которая реализовывалась в нашей стране, она позволила оснастить данные подразделения с современным оборудованием, плюс процесс переоснащения идет и сейчас. Аппараты ИВЛ закупаются ежегодно, часть из них закуплены, а сейчас находятся в пути. Поэтому надеемся, что в том числе и с вашей помощью, и с помощью нашего консолидированного общества ситуация не выйдет из-под контроля. Потому что мы еще раз верим, что мы делаем, как медицинский спецназ, расследование и точечную локализацию очагов, но и население должно использовать методы социального дистанцирования, методы защиты себя и своих близких. И в таком случае, я надеюсь, что наш достаточно обширный парк, оборудование наркозно-дыхательного, так и останется в резервах, где он находится в данный момент. Так, Минский городской педагогический колледж. Есть информация, что вирус погибает при высоких температурах. Правда ли, Олег Анатольевич? Любые вирусы погибают при высоких температурах. Я примерно понимаю, почему задан такой вопрос. Скорее всего, что имеется в виду, не исчезнет ли наша вспышка при повышении температуры окружающей среды. Может быть, посмотрим. Пока мы не знаем. Но надеемся, что будут тоже сезонные особенности, будут похожие на грипп. И, наверное, при установлении таких хороших положительных температур эта вспышка будет уменьшаться. При 60 градусах вирус погибает мгновенно, если я не ошибаюсь, при высшем 60 градусах. При 45, там, по-моему, достаточно быстро. Но в этом плане попытка прогреть свой организм до 60 градусов, это больше схоже на принцип, которым лечили в средние века, о том, что главное означает лекарство, а потом лекарство победит либо болезнь, либо больного. Поэтому в этом плане мы не предлагаем настолько рисковать и пытаться прогревать свой организм до экстремально высоких температур. Так, Ольга из Баргу. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько стоит верить всему тому, что пишут в СМИ, в социальных сетях по поводу COVID-19? Как по мне, так люди сами в силу своей безграмотности сеют панику. Кто-то в силу безграмотности, но много информации действительно это новое заболевание и на сегодняшний момент еще достаточно мало информации. Я думаю, специалисты-инфекционисты еще не один год после того, как эта вспышка погаснет, будут анализировать всю полученную информацию. Опять же, если брать цифры летальности или смертности, можно рассчитывать это на количество излеченных либо на количество заболевших. Но если с излеченным еще более-менее, это можно посчитать, то по количеству заболевших на самом деле реальное распространение вируса иногда достаточно тяжело во многих странах предсказать. В Швеции, например, не типируют тех пациентов, которые находят дома и переносят заболевание в легкой форме. Там типируются только те пациенты, которые попали в больницу. Это порядка, как мы уже говорили, 20%. Исходя из этой логики, понятно, что цифры заболевших будут существенно занижены почти в 5 раз. И показатели, если рассчитывать, именно на заболевших и умерших, то показатели летальности будут достаточно высокими. Что не отражает истинную картину, опять же. Говорили о том, что есть модель в виде этого лайнера, который долго стоял около берегов Японии, которая позволяет в какой-то мере рассчитать последствия данного вируса. Там было получено, что во время этой стоянки достаточно тесного общения, там же ограниченное пространство, единая система вентиляции, единые точки питания, инфицировалось порядка 25%, а погибло менее 1%. Опять же, популяционный опыт Южной Кореи показывает, что на сегодняшний момент там летальность находится на уровне 0,56%. Есть цифры Италии. То есть, все-таки мы считаем, что действительно, если в последующем, когда будут проанализированы все эти цифры, но данная, скажем так, пандемия будет, наверное, мы надеемся, выглядеть, наверное, менее зловеще, чем пандемия свиного гриппа в 2009 году, когда погибло порядка 400 тысяч жителей Земли именно от одного из штаммов гриппа H1N1. Но это, кстати, опять вопрос возникает о вакцинировании. То есть, та пандемия гораздо была более смертоносной. Вакцина от H1N1 имеется. Ежегодно прививают абсолютно бесплатно, только количество желающих привиться почему-то не сильно увеличивается. Поэтому здесь вокруг данной COVID-19 пока еще очень много неопределенностей, очень много, как мы уже говорили, хайпа и очень много попыток сделать сенсацию там, где на самом деле нет. На чем заканчиваются эпидемии? Ну, со временем вирусы теряют свою гирулентность и агрессивность. Это инфекционисты, которые склонны наделять вирус признаками разумности, рассказывают, что вирус пытается выжить и таким образом меняется. Но на самом деле получается, что те наиболее агрессивные штаммы, которые убивают своего хозяина, вызывают наиболее тяжелые формы, они локализуются в медицинской службе и теряют возможность распространения. То, что переносится в легкой форме на ногах, когда человек не обращается за медицинской помощью, оно распространяется в популяции. И поэтому здесь есть два варианта. Либо сформируется достаточная прослойка из тех, кто исходно не восприимчив к данному вирусу, тем, кто перенес это заболевание и уже не восприимчив, и вирус потеряет способность распространения. Либо он станет менее вирулентным и будет циркулировать в популяции, превратившись в сезонное заболевание, только с меньшими последствиями, менее агрессивное. То есть он будет периодически вместе приходить с гриппом, парагриппом, другие. Вообще есть данные, по-моему, американские, о том, что среди респираторных инфекций, которые ежегодно вызывают подъем заболеваемости, до 14% занимают именно коронавирусы разных штаммов. Возможно, этот штамм станет один из них. Студент второго курса филиала БНТУ. Медики говорят, что вспышка вируса начнется в середине апреля. Так ли это или нет? На самом деле это напоминает уже дату, когда начнется вспышка. Уже только на мою память, по-моему, раза три или четыре переносили. Поэтому, да, то есть она должна была начаться, вот последняя дата она должна была начаться в прошлую пятницу. Кто-то говорит, в середине апреля. Мы надеемся, что эта вспышка, именно вспышка, не произойдет ни в середине апреля, ни в середине мая, ни в середине июня. А будет контролируемое развитие ситуации. Так, добрый день. АУП РБ, первый курс. Почему РБ не принимает практику КНР по профилактике КОИ-19? Пример не создает ведомость проверки температуры и другие симптомы болезни в начале и конце дня. На сегодняшний момент перенимаем эту практику. У нас те социальные работники и почтальоны, которые плотно контактируют с пожилым населением, они переходят, вот заводятся журналы, самотестирование два раза в день, измерение температуры тела. И каждый день перед началом работы они должны подтвердить, что они не имеют никаких признаков болезни, указать, какая температура у них была. Параллельно, думаю, что будет выборочно проводиться уже и внешнее тестирование, чтобы убедиться, что люди выполняют эти обязанности добросовестно. Но я думаю, что к этой практике, возможно, будут подключаться и другие службы, в процессе жизнедеятельности которых действительно есть риск распространения, в процессе жизнедеятельности которых есть риск распространения инфекции. Так, еще вопрос от коллеги. ВГМО, шестой курс. Здравствуйте. Почему студенты медвузов до сих пор ходят на пару в больнице и поликлинике, когда будут уже окончательные распределения? Ну, во-первых, те поликлиники и больницы, в первую очередь больницы, которые перепрофилированы для размещения контактных пациентов, либо пациентов с признаками инфекции, оттуда занятия уже убраны. Окончательное распределение, учитывая, что это, опять же, скопление людей, пока мы планируем перенести на май. Поэтому, в любом случае, не волнуйтесь, без работы никто из студентов, медиков точно не останется, это я вам гарантирую. Первое место работы будет настоятельно предложено каждому. Так, уроки физкультуры не отменяют. Ну, на самом деле, наверное, на улице или спортзалезами заразиться достаточно сложно, но, Олег Анатольевич, вам вопрос, я думаю. Ну, это уже из ряда вопросов, звучавших, в принципе. Но смысл отменять уроки физкультуры, которые проводятся без где-то закрытия в каком-то тесном помещении, тесного контакта. Здесь, ну, абсолютно эпидемиологического смысла отменять их нет. Ну, даже с тем пациентом, о котором уже рассказывал даже глава государства, который раскрыл свое возвращение из Италии, который в период, вот, именно инкубационного периода начальных уже признаков болезни сумел позаниматься теннисом в двух спортивных клубах и еще поиграть в футбол на одном из заводов, так вот скажу, что из его партнеров по спорту не пострадал никто из этих. Да, я могу сказать уже как представитель системы образования, что не являясь специалистом в вопросах передачи заболеваний, с моей точки зрения, вот, уроки физкультуры, они наоборот мотивируют к тому, чтобы организм был здоровее и сильнее. Ну, если говорить об уроках, то, наверное, речь идет о школе. Если все-таки касается вопрос университета, то там занятия физкультуры, и насколько мы владеем информацией, мы владеем, университеты стараются действительно организовать их так, в общем-то, не отменяя, чтобы они не предполагали большой скученности. В каждом уважающемся университете есть несколько спортивных залов, уже занятия проводятся и на улице в отдельных случаях, поэтому здесь, опять же, мы не видим какой-то необходимости в их отмене, тем более перенесении занятий, переносить лекции поточные, опять же, это оправдано, этот материал можно и наверстать, можно изучить отдельные элементы дистанционно. Физкультуру тут уже не наверстаешь, организм должен быть всегда в тонусе, молодого человека в том числе и особенно. Женщина в жидкости коронавирус или нет? Мы уже не раз рассказывали, как устанавливается диагноз, о том, что у нас на сегодняшний момент, на данном, в данный момент есть три вида тестов. Это российский вектор, это возрастские эталонные тесты и это разработки, наши собственные разработки, собственные тесты. Поэтому в разных регионах используются, в том числе, экспресс-тесты. Когда один из тестов дает положительный результат, принимаются все противоэпидемические мероприятия, как будто факт инфицирования установлен. То есть изолируются контакты первого уровня, проводится эпид-расследование, но параллельно проводится типирование данных же образцов тестами другого типа. То все три теста должны дать однозначно положительный результат. После этого мы говорим о том, что да, случай подтвержден. Причем мы уже часть своих тестов в рамках отправляем в сотрудничающую лабораторию ВОЗ в Германии, как и мы часть тестов получаем себе, потому что для кого-то мы тоже сотрудничаем в лаборатории. Все наши тесты до сих пор подтверждались со стопроцентным ответом. То есть ситуация в пожитковичах, есть определенные разночтения в тестах, женщина получает всю необходимую помощь. Пока идет уточняющая диагностика, различное типирование различными тестами для подтверждения диагноза. В нашем пресс-релизе она идет в том, что в двух случаях диагноз еще уточняется. Поэтому однозначно сказать, что там есть пневмония, но сказать, что там есть коронавирусная инфекция на сегодняшний момент мы пока не можем. Идет еще уточняющая диагностика. Это вот тот редкий случай, когда второй или третий в нашей практике, когда разные тесты дают разные результаты. Сейчас мы разбираемся, почему. Так, что делать, если думаешь, что заболел? Диана, второй курс Баглу, есть ли смысл в приеме против вирусных препаратов в целях профилактики вирусных инфекций? Ну, вопрос тоже, Алик Анатольевич, вам. Что делать, если думаешь, что заболел? А что вы собираетесь делать в обычное время, если думаете, что заболел? Наверное, надо обращаться за медицинской помощью. В первую очередь остаться дома никуда не идти. В первую очередь остаться дома и обращаться за медицинской помощью. То есть, обращаться в свою территориальную поликлинику, либо, если вам совсем плохо, обращаться в скорую помощь. Ну, здесь же опять же, если у вас в прошлом анамнезе в ближайшие 14 дней есть выезд за пределы Республики Беларусь, тогда в этом плане вы не обращаетесь в поликлинику, вы сразу вызываете скорую помощь для того, чтобы минимизировать контакты. Если у вас выезда нет, но кто-то из ваших знакомых выезжал и, возможно, болеет, ну, здесь желательно тоже все-таки вызвать специалиста на дом для того, чтобы минимизировать контакты с окружающим. Насчет приема противовирусных препаратов для профилактики. Принимать противовирусные препараты в целях профилактики не надо. Из противовирусных препаратов, опробованных и зарегистрированных, у нас есть лекарство против гриппа, это асильтамивир, или же он называется торговое навинование белорусского препарата это флустоп, достаточно известный. Но назначать его себе просто так, наверное, не стоит. Наверное, стоит все-таки обратиться за помощью в медицинское учреждение. А что касается коронавируса, то, в принципе, доказательная база стопроцентной о том, что какие-то лекарственные средства точно помогают при нем, нет. Есть исследования, то есть есть рекомендации ВОЗ по назначению тех же самых препаратов для лечения, которые применяются для лечения ВИЧ-инфекции, определенных противомалярийных препаратов. Но это вещи, во-первых, которые не продаются в аптеке, и которые имеют такой профиль своего действия, что все-таки это должен назначать специалист. Поэтому однозначно нет, не надо принимать ничего. Если Вы читали новость, то уже прошла новость, что в мире, в Европе, по-моему, первый человек уже противомалярийными препаратами отравился, причем насмерть. Это первое. А второе, что опять же опыт наших китайских коллег в период вспышки, они из аптек, по-моему, противовирусные препараты вообще изъяли, потому что бесконтрольный прием это, во-первых, у кого-то побочные эффекты, которые потребовали медицинской помощи, а у кого-то это позднее обращение за медицинской помощью, когда человек лежал дома, пил ударную дозу противовирусных препаратов и надеялся, что ему это поможет. Так, БРГУ, второй курс. Страны проводят испытания комбинаций различных препаратов противомалярийных, азитромицин, например. Будет ли подобное лечение проводиться у нас? Азитромицин – это не противомалярийный препарат, это антибиотик группы макролидов, противомалярийный – это хлорохин. Могу сказать, что у нас уже достаточно давно утверждена была инструкция о наблюдении лечения за данными пациентами, где были указаны все комбинации, которые на сегодняшний момент имеют терапевтический эффект, направленный на оккупирование осложнение данной инфекции. Опять же, мы регулярно проводим телеконференции с нашими китайскими коллегами, с нашими итальянскими коллегами, для того, чтобы те подходы, которые используют они, которые демонстрировали свою эффективность, максимально быстро применять у наших пациентов. Сейчас наши методические рекомендации, я думаю, они корректироваться будут или не будут, будут в ближайшее время тоже корректироваться, исходя из своего опыта. Но там прописаны хлорохин и наиболее оптимальная схема антибиотиков, и комбинация противовирусных препаратов, антиретровирусная терапия же у нас тоже прописана. Поэтому все эти подходы у нас тоже есть. Так, студентка 4-го курса ВГМВ. Почему во всех вузах в Витебске отменили лекции, а в ветеринарной академии нет? Лекции, собственно говоря, отменили. Это какой-то неправильный, мне кажется, посыл. Лекции не отменяли. Лекции либо перенесены на будущую перспективу, если мы говорим о поточных лекциях, либо организовано изучение отдельного материала с использованием информационно-коммуникационных технологий. Если говорить о ветеринарной академии, полагаю, что вы речь ведете о лекциях, которая проводится в группах, одна-две группы в небольших количествах студентов. Нет, в любом случае, посмотрим. В любом случае, и мы, и Минобору этот вопрос посмотрим. Мы услышали, да, о каком учреждении идет речь, конечно же. Обратим внимание. Ну, если учитывать, что коронавирусы наиболее широко распространены именно в животном мире, поэтому, наверное, решили, что те, кто учится в ветеринарной академии, точно бояться, наверное, не стоит. Потому что вот именно коронавирус – это к нам и пришел из животного мира. Будут ли расселять общежития? Куда и зачем? То есть в этом плане, если общежития аварийные, не соответствуют санитарно-эпидемическим нормам, то, наверное, расселять будут. А с точки зрения вот именно противоэпидемических мероприятий мы пока не планируем. Вот по поводу общежития могу сказать, что с контактами первого уровня, которые больше всего оказались положительными, благо там у всех все закончилось хорошо, и там даже признаков болезни не разделось, но именно возникли после вечеринки именно в общежитии. То есть расселять общежитие точно не надо, а вот соблюдать порядок в общежитии надо. То есть на это время давайте мы как-то ограничим дружеские сборочи в общежитии, когда эта кружка пускается по кругу, совместное употребление кальяна, который сам по себе вреден, а в этой ситуации еще и опасен с точки зрения эпидемической. Ну и другие вещи, которые, во-первых, наносят урон здоровью, не являются, не соответствуют принципам здорового образа жизни и способствуют распространению инфекции. Поэтому мы призываем не расселять общежитие, а соблюдать порядок и поддерживать санитарно-гигиеническое состояние общежития. Татьяна. Муж вернулся из Италии, где в Могилеве можно сдать мазок на коронавирус. В инфекционной больнице можно это сделать в Могилеве. Список есть на сайте Минздрава, там есть все точки, где можно сдать мазки. Я думаю, вы найдете ближайшего, чтобы дать. Если это произошло больше, чем две недели назад, и муж себя чувствует абсолютно удовлетворительно, то смысла сдавать мазок точно нет. Если это произошло недавно и есть какие-то сомнения, можете сдать. В этом плане мы расширили... Ну, Италия изначально входила в список стран, с нему приятной эпид-обстановкой, но на сегодняшний момент мы этот список расширили уже очень широко, поэтому, возможно, сдать Москве появилось у тех людей, которые вернулись из Европы. Так, Лера, насколько можно верить информации, то с Китаем благодарен, что они вышлют экспресс-тесты. Будет ли нам оказана такая помощь, когда в свое время мы отправили им маски, и другое, третий, круз БГО. На сегодняшний момент самолет прилетает 1 апреля, если не ошибаюсь, 17.45, а там идет первая партия, это больше 2000 наборов экспресс-тестов, 2016, если быть точным, экспресс-тестов, медицинские очки, дистанционные термометры, для того, чтобы... Это вот первая помощь, плюс мы плотно работаем с Китаем по поводу дальнейшего сотрудничества. На самом деле сейчас много появилось экспресс-тестов, это и китайского производства, и европейского. К сожалению, именно экспресс-тест, который делает анализ на основе анализа крови, сейчас идет процесс их валидации, уточнение степени их достоверности. Но мы уже заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые будем размещать в приемных покоях и в других больницах, поскольку это требует забора крови, то понятно, что в аэропорту или на границе этого не сделаешь. То есть мы сейчас как раз анализируем те тесты, которые являются наиболее достоверны. Потому что ложноположительный ответ это еще, наверное, полбеды, потому что это неприятные эмоции для человека, и некоторое время ожидания, пока это будет переделано валидированным тестом. А вот ложноположительный тест это есть опасность, что мы кого-то упустим из своего поля зрения. Поэтому мы как раз сейчас оценим эффективность всех тестов на предмет их чувствительности и исключения ложноотрицательных результатов. Поэтому с Китаем мы работаем очень активно, и спасибо в этом плане, и обмен информацией идет в режиме онлайн. Так, вопрос. Сергей Анатонович, вам подскажите, пожалуйста, будут ли переноситься сроки ЦТ и самой вступительной кампании? Могу сказать, что на сегодняшний день Министерство образования действует последовательно, взвешивая каждый шаг. Если говорить о этапе, который предшествует централизованному тестированию, а именно репетиционное тестирование, уже принято решение о переносе основных этапов репетиционного тестирования преимущественно на май. О самом централизованном тестировании, регистрация, на которое проводится у нас в мае, само централизованное тестирование в июне, приемная кампания в ВУЗы в основном у нас приходится на июль, СУЗы, профтехучреждения, начинается в июне, завершается в августе. Здесь мы решения будем принимать все последовательно. На сегодняшний день решений о переносе ЦТ, а также приемной кампании не принималось. Спасибо. Вопрос от Карины. А как быть со студенческой в поликлинике БГСХ, когда ты приходишь с такими симптомами, как больной угрол, а температура каши и насморк, а теперь решу ты здоров и симулируешь? Ну как быть? Ну проверить. Люсанна, пометьте, пожалуйста, чтобы мы направили, посмотрим, насколько адекватно оценивать симптомы в этой поликлинике. Ну я все-таки думаю, что медицинские работники на сегодняшний момент насторожены, в том числе и насчет данной инфекции. Ну к тому же насморк, опять же, не совсем характерен для коронавирусной инфекции по клинике. Но в любом случае, я же вижу, что любой повод, любое нездоровье, признаки любой вирусной инфекции, это повод не ходить на занятия, не общаться с другими людьми, а побыть дома и поберечься. Если такой возможности пациентам не предоставляют, это неправильно, мы с этим будем разбираться. Какой средний срок лечения от коронавируса для молодых людей? Ну, срок индивидуальный, наверное, зависит от организма. Здесь надо понимать, что мы хотим услышать под сроком лечения. Если молодой человек не имеет практически никакой клиники, и у него там два дня было повышение температуры, то, в принципе, на третий он здоров. Но другой вопрос, можем ли мы его выписать из больницы? Нет, не можем. Мы должны получить два отрицательных мазка с интервалом в сутки, для того, чтобы мы знаем, что он не является вирусовыделителем. Тогда мы его выпишем. А если есть какие-то проявления более серьезные, то, в общем-то, пациент лечится как при соответствующем состоянии, при любом респираторном заболевании, и то же самое выписывается по двум отрицательным результатам ПЦР на коронавирус. Ну, вот это вопрос, почему у нас иногда возникает разночтение, нас пытаются обвинить в каких-то манипуляциях с цифрами, почему там излеченное и выписанное. На самом деле, пациент, да, не имеет признаков уже никакой болезни, имеет один отрицательный мазок, что позволяет нам его уже относить к излеченным. Но по протоколу мы должны получить два отрицательных мазка, и период наблюдения должен быть 14 дней от момента госпитализации. Поэтому часть людей у нас на сегодняшний момент не выписана только потому, что одно из этих двух условий не выполнено. Не прошло либо 14 дней, либо нет второго отрицательного мазка. А так, ну, ни одной тяжелой формы у молодых людей мы не видим. Большинство это либо бессимптомное течение, либо очень легкие симптомы. Арина. Здравствуйте. Папа ездит в Литву по работе. При возвращении нужно ли ему сдавать мазок на коронавирус? Спасибо. Ну, на сегодняшний момент Литва не си. А, ну, по работе она, наверное, еще пускает. Здесь две вещи. То есть, если это происходит через день, либо раз-два дня, мазок, часто даже менее информативный, потому что от момента инфицирования до момента, когда мазок становится положительным, должно пройти, наверное, на минимум четыре дня. А иногда это от четырех до четырнадцати дней. Поэтому здесь основное, если есть сомнения, конечно, мазок можно сдать, но основное здесь это изоляция. Чтобы, если его характер работы действительно требует выезда, в эти пить не был приятные районы, он должен по возвращению находиться в изоляции. А вы ему должны обеспечить, чтобы у него в холодильнике были продукты и все необходимое для жизни. Но общаться ему при таком интенсивном движении все-таки не стоит, потому что случаи завоза из Литвы у нас были. Как насчет курсантов военных факультетов? В данный момент ограничено увольнение. В чем смысл? Курсанты обучаются гражданскими преподавателями, постоянно контактируют с обычными студентами. На сегодняшний момент здесь решение предпринималось в целом по военным коллективам. Я думаю, что это в целом приказ по всем вооруженным силам на запрете увольнительных. Потому что в вашей ситуации понятно, вы двигаетесь по городу, общаетесь с преподавателями, со студентами других факультетов. Но если взять это изолированную воинскую часть, то понятно, что очень близкий контакт и круглосуточное пребывание, попадание туда вируса будет все-таки тяжелее, его будет контролировать больше вероятность распространения. Поэтому были запрещены увольнительные и посещения. В этом плане вы, как уже относящиеся к вооруженным силам, военнослужащие, выполняете этот приказ. Егор, БГУ 1-й курс. Что было с предметами республиканской олимпиады для школьников? Это вопрос, наверное, вам, Сергей Антонович. Да, значит, на текущий момент принято решение о перенесении с установленного времени проведения республиканской олимпиады по учебным предметам. Соответственно, о всех последующих решениях, сроках проведения, иных решениях, конечно же, вы будете оповещены дополнительно. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Какой процент заболеваний ребенка? Обязательно симптом кашель при заболевании? Ну, по нашим наблюдениям, это уже прошло в интернете, мы только однократно имели положительный тест у ребенка трех лет, который постоянно находился с инфицированной мамой. У него не было никаких признаков заболевания, и последующие тесты будут отрицательны. Что еще раз подтверждает, что дети менее подвержены этому заболеванию, и факты длительного носительства у них, скажем так, тоже достаточно редки. Если взять общую статистику по Китаю, то среди заболевших в возрасте до 10 лет было около 1%, если не ошибаюсь, 1,2%, и не было ни одного случая летального исхода и тяжелой формы. То есть, так вот получилось, что данный тип вируса, организм ребенка и молодых людей к нему гораздо более устойчив, чем у людей в возрасте. ВГМВ потоковая лекция не отменяет. Помогите. Сергей Антонович, поможете? Да, конечно, поможем. Мы посмотрим, что это за поточные лекции, о которых вы говорите. Конечно же, поможем. Обязательно. То есть, а мы проконтролируем. Хорошо, это уже второй этот вопрос. Ставши совместные. Я бы слово отмена, правда, сразу прокомментировал. Об отмене, уважаемые студенты, мы не говорим. Мы говорим о перенесении либо переформатировании. Поэтому с этим готовы помочь. Есть легкая версия вируса и тяжелая. Или вирус-1 переносит тяжело и легко разными людьми. Сколько уже штаммов определяется? По-моему, 100. Мутации сколько уже? Мутации много, но считать, что это легкая, версия тяжелая, наверное, не стоит. Тут надо иметь в виду возрастную структуру населения. Это доказано. То есть, чем меньше возраст, тем более легкое течение. И мы на своем опыте видим, что, например, в нашей больнице лица 25-30-35 лет переносят в какой-то совершенно минимальной форме, то есть, с температурой пару дней и без пневмонии, и без ничего. А лица в возрасте старше 50 лет, правда, у нас их было очень мало, там буквально несколько человек, там уже какие-то более-менее значимые клинические проявления и пневмонии были, но, слава богу, все закончилось благополучно, все поправились, вот, а более старшего возраста лица у нас не было, и мы надеемся, что не будет, и что все мероприятия, проводимые санитарной службой и самими гражданами этого возраста позволят нам избежать заболеваний старших старших возрастов. Насчет санитарной службы я бы поддержал, но сейчас сами граждане есть вопрос, вот, ваша больница, да, но самая возрастная у нас это 79 лет, который в Москву съездил пообщаться с однополчанами, то есть, поэтому часто походит лечение, не угрожаемое, но лечение потребуется уже стационарно, ну, а еще раз, да, аудитория у нас грамотная, я думаю, что еще этот вопрос обусловлен тем, что была статья о том, что есть ЛИС, штамм данного вируса, один из которых более агрессивный, второй менее агрессивный, после этого научное сообщество проводило очень большую дискуссию, нашла достаточно много методических ошибок при подготовке данного исследования, обратилась с призывом к авторам данную статью отозвать, насколько я понимаю, до сих пор не отозвали, в общем, дискуссия на сегодняшний момент идет достаточно активно, но пока мы считаем, что все-таки основное это именно организм, организм человека, а не именно вирус. Почему не закрывают церкви и другие религиозные здания? Ну, во-первых, кто не в курсе, у нас церковь отделена от государства. Это первое. Второе, мы еще, наверное, более месяца назад я официально подписал письмо в адрес нашего духовенства, именно как католического, так и православной, с просьбой на предмет развития сезонного подъема заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции, огранили, избежать целования икон, крестов, но и других церковных как бы атрибутов. Получили письма, подтверждающие от представителей, от руководства и католической и православной церкви, что эта информация рассмотрена, она принята к сведению и доведена до сведения всех священнослужителей о том, что вот о данных ритуалах на это время необходимо воздержаться. Я думаю, что идут пасхальные праздники, я думаю, что церковь и Ватикан и как бы в Москве я тоже думаю это обсуждает, как это провести безопасно. Мы со своей стороны естественно будем смотреть опять же, чтобы была возможность вентиляции, чтобы соблюдалась дистанция и опять же повторим еще раз письмо все-таки воздержаться от имена целования иконы других церковных религий. Так, может ли Вирус соединяться с сигаретным дымом? Говорят, что частички тяжелый, но не может он переноситься с дымом на более длительной дистанции. Ну, укрыть само по себе вредно, поэтому я думаю, что если попугай, то стоило, конечно, можно, что он в сигаретном дыму еще и выживает лучше. Но на самом деле, я думаю, не будем пугать наше молодое поколение. Расскажите им экспертное мнение, Олег Анатольевич, с вашей точки зрения, точнее, по вашим данным. Ну, Владимир Степанович сказал уже, что курить вредно и молодежи совершенно это не нужно. Я думаю, что вряд ли он как-то особенно распространяется с сигаретным дымом. Вирус может распространяться с какими-то микрочастицами при кашле, чихании. То же самое, то же самое при курении, вероятно, какие-то частички выделяются, но чтобы они были, имели какое-то суперзначение, я думаю, что вряд ли это. Вирус сам по себе тяжелый этот, поэтому он распространяется недалеко, почему мы говорим, что дистанция должна быть полтора метра. В случае, Мездрав открыл счета благотворительные и на что собирать деньги, чего-то не хватает? Ну, вот этот вопрос, мы сколько, на неделю, наверное, держали круговую оборону, когда нас со всех сторон бомбили с предложением давайте, скажем так, чем поможем, куда перечислить деньги. Я знаю, что часть медработников, даже когда их кормили, пыталась тоже отказываться, но потом было сказано о том, что то, что у вас хватает денег и то, что государство выделяет, мы не сомневаемся, но если в обществе есть запрос каким-то образом консолидироваться и почувствовать свою сопричастность к этой борьбе и показать о том, что мы вместе, но в этом плане надо это удовлетворить. Бизнес, сообщество активно тоже, особенно те, кто имеет, скажем так, имеет контакты в европейских странах и понимая о том, что, как ситуация, какие усилия предпринимаются здесь, чтобы держать ситуацию под контролем, тоже выходили с этими предложениями, и поэтому было принято решение открыть счет для того, чтобы действительно это как элемент консолидации общества, что мы вместе, что мы вместе пытаемся бороться с этой проблемой. Но на сегодняшний момент финансирование расширяется в полном объеме, для этого выделяются как имеющиеся бюджетные ресурсы, так и было постановление сами на выделение денег из фонда, из других фондов. Вы, если видели, или в интернете гулял приказ о повышении, о доплатах медицинских работников, которые работают с этой категорией пациентов, это тоже профинансировано в полном объеме. А на сегодняшний момент есть и предложение и от Всемирного банка, и от Европейского банка реконструкции развития и предоставления кредитных ресурсов при необходимости. Поэтому здесь вот как раз-то в этой ситуации какого-то недостатка финансирования мы точно не испытываем. Здесь больше проблема, которую испытывает весь мир, что при наличии финансирования тяжело что-то купить, что наиболее востребовано. Потому что мы уже по линии МИДа получали запросы из Норвегии, из Италии, Испании, Сербии, ну и другие страны СНГ с просьбой оказать гуманитарную помощь либо оказать содействие в привлечении каких-то медицинских изделий. Поэтому в этом плане мы благодарны, что все-таки в свое время было создан задел своей промышленности, это своя фармацевтическая, которая обеспечивает нас необходимыми лекарствами. Мы освоили выпуск уже из своих костюмов биологической защиты. Вот сейчас уже вчера премьер-министр посещал возобновленное производство респираторов противовирусной защиты второго класса для медицинских работников. Кроме того, что возобновились как многоразовые маски, так и наращивается еще производство и одноразовых масок. Я думаю, в течение ближайших двух недель нам удастся выйти на 150 тысяч в сутки. Это в дополнение к тем 250-300 тысячам в сутки, которые выпускает наша легкая промышленность. Поэтому на сегодняшний момент чего-то не хватает. Если ответить на этот вопрос, убрав первую часть про благотворительный счет, наверное, действительно, немножко не хватает консолидации общества, наверное, действительно, немножко не хватает ответственного поведения отдельных категорий наших граждан, ну, достаточно, немножко не хватает, скажем так, точнее, да, адекватной реакции на возникшую ситуацию, потому что иногда все-таки какие-то слухи проскакивают, какие-то панические настроения, которые здесь абсолютно не нужны. А то, что касается материально-технического обеспечения, всего хватает. Поэтому давайте последовать нашим рекомендациям, консолидируемся, и тогда на вопрос, если хватает ли нам всего, то мы однозначно ответим утвердительно. Как вы смотрите на то, чтобы работников торговли, банков, почты, детсадов обязать вношение масок и дезинфицируется ли общественный транспорт? Со второй части найду, общественный транспорт дезинфицируется достаточно давно, и об этом уже были и ролики по средствах массовой информации о том, что дезинфицируются поручни, сидения, все горизонтальные поверхности постоянно, дезинфицируются все самолеты, которые прилетают к нам, учитывая, что рейс из Пекина дальше летел в Будапешт, наши китайские товарищи, они очень высоко оценивали, как качественно проводилась уборка, и в какое ограниченное время уборка дезинфекции самолета, когда он приземлялся в Минске, ну, ненадолго, но он дезинфицировался полностью, это все борты Белави, весь общественный транспорт. Кроме того, мы работаем ЖКХ, то, чтобы проводила дезинфекция дверных ручек, перил, кнопок лифта, то есть, эта обработка проводится в полном объеме. Работников банков, учитывая, что они находятся за стеклом и на удалении, смысла в этом большого нету, работники торговли, там дистанция тоже больше метров, здесь ношение маски, ее, во-первых, надо уметь правильно носить, во-вторых, ее менять, но опять же, если мы возвращаемся к вопросу, что маска нужна пациенту, который имеет признаки заболевания, то основной ответ здесь на то, что работники торговли, банков, почты, детских садов обязаны при малейших признаках болезни оставаться дома и, соответственно, тогда не понадобится носить маску, а приходить с признаками простуды в маске к детям либо работать в местах скопления людей, это неправильно, поэтому основной здесь именно здорово быть, здорово, прямейший признак болезни оставаться дома. Как насчет призывов армии, будут ли выпускников призывать в армию осенью или перенесут призыв? Ну, это, по-моему, вопрос не к одному с сидящих, да. К министерству обороны, но они, наверное, ответят на этот вопрос. То есть, я думаю, да, это вопрос не к нам, вопрос злободневный, я думаю, может быть, мы передадим нашим коллегам. Александр, третий курс БГУ, большинство преподавателей в моем факультете старше 50 лет, почему они должны вести пару, подвергая себе риску? Но они-то себя риску не подвергают, они выполняют свою работу, а если при этом вы не будете больные ходить на парах, либо подходить к преподавателю ближе, чем на метр и чихать и кашлять на него, то преподаватели в этом плане ничем не рискуют. Да, я могу подтвердить тот факт, что действительно и в БГУ, и в других университетах, но интересный момент, старше 50 лет, вот почему-то молодым человеком или девушкой избрана вот эта граница субъективная, но я считаю, это еще достаточно молодой человек, старше 50 лет. Сергей Антонович, будучи на третьем курсе, вы, скажем, тоже считали старше 50 лет уже пожилыми, это когда мы к этому возрасту приблизились, мы считаемся молодыми. Видимо, это так, но на самом деле все те меры, которые предприняны в университетах, плюс вопросы, связанные с личной гигиеной со стороны студентов, преподавателей, и здесь никаких вопросов, собственно говоря, нет. С точки зрения Александра, с третьего курса БГУ, мы с вами уже мастодонты, поэтому, хотя с точки зрения ВОЗ, это все еще молодые люди, они не относятся к группе риска. Пожалуйста, разошлите инструкции по социальному дистанцированию в продуктовые магазины, в большинстве магазинов есть охрана, которая может за этим следить, нельзя допускать скопление людей на кассах. Ну, у нас, по-моему, инструкции есть и на сайте, и в других местах, но в любом случае, я думаю, что мы сейчас с торговыми сетями еще раз проведем работу, для того, чтобы они у себя тоже разместили эти инструкции. Но, опять же, я слабо представляю, как охранники будут выстраивать очередь в кассу, то есть, в первую очередь, те, кто подходит к кассе, должны понимать, что не надо висеть друг у друга на спине и кашлять друг на друга. Поэтому здесь, в первую очередь, это, наверное, забота не охраны, это забота всех нас. И мы об этом еще раз говорим, возвращаясь к вопросу, чего нам не хватает, нам немножко не хватает не только социального дистанцирования, но и социальной ответственности за себя и за тех, кто находится рядом с вами. Анастасия, добрый день, подскажите, пожалуйста, почему в нашей стране вирус распространяется не так эффективно, нежели в странах Европы? Вот не думал, что нам это в упор, в упрек, когда они пускай, что-то, то есть, надеясь о том, что это потому, что эффективно работают все органы, которые в этом задействованы. На самом деле, межведомственная группа, она создавалась, создана было уже достаточно давно, мы еще в январе создавали, была создана межведомственная группа, которая ориентировала риск, ориентированный подход и принимались меры по возврату членов организованных этих коллективов, как студентов, так и работников из Китайской народной республики через мероприятия по карантину, по наблюдению медицинскому. Хочу заметить, что из Китая ни одного завозного случая у нас и не было. Разрабатывать меры контроля на границах. То есть, давайте, есть хорошая фраза, цыплят, конечно, по осени считают, но мы в этом плане будем говорить, что это происходит, потому что эффективно работают органы госуправления. То есть, загонять всех, чтобы вообще никто никогда не выходил из дома, ну, возможно, это эффектно. Насколько это эффективно с точки зрения развития ситуации и в долгосрочной перспективе, я думаю, что здесь очень большой вопрос. Поэтому я еще раз говорю, что если мы будем выполнять наши рекомендации, то, что необходимо от людей, которые в этом задействованы, это и медицинская служба, и подрамкомитеты, и санитарная служба, и транспорт, и вот эти транзитные коридоры для дальнобойщиков, то есть, все делается, максимально делается все возможное. Все остальное зависит уже от нас, о том, как мы будем выполнять эти рекомендации. В странах Европы появилось сейчас этот, поскольку там есть уважительные причины выхода на улицу, там, поход в аптеку, в магазин, в том числе, и выгул собак, там появилась уже услуга, прокат собаки, 20 евро стоит. Для того, что если вам куда-то сходить, заплатите мне 20 евро, я одолжу вам свою собаку, чтобы вы имели уважительный повод сходить куда. Поэтому мы живем в 21 веке, когда люди в этом плане очень активно между собой коммуницируют, и они все равно найдут повод каким образом обойти имеющиеся жесткие запреты. АВМ. Что делать с платными отработками, если хочешь уйти на двухнедельный карантин? Я думаю, что этот вопрос мы с Минобром обсудим тогда. Да, этот вопрос мы обсудим. По платной отработке, если речь идет о лабораторных занятиях, то опять же мы рекомендуем конечно же занятия посещать. Здесь нет оснований. Но этот вопрос мы обсудим. Уходить инициативно на двухнедельный карантин в случае каких-то... Если это будет по болезни, тогда платные отработки, а не платные. Если какие-то иные причины, конечно, с руководством учреждений образования, мы эти вопросы посмотрим. На сегодняшний момент нормативные документы по самоизоляции, вот именно регламент самоизоляции еще как раз обсуждается с Амином. Я думаю, что вот это как бы аспектом тоже найдет свое отражение. Поэтому мы услышали, надо сейчас пометить, для того, чтобы мы с этим разобрались. Могу ли я водить ребенка в детский... Не водить ребенка в детский сад более месяца без риска потерять место в нынешних условиях? Но это вопрос, наверное, больше все-таки к социальной службе или к вам? Не, не к нам. То есть, это вопрос больше к социальной службе, но я возьму на себя все-таки ответственность сказать, что можете, если у вас есть такая возможность. В нынешних условиях никто из-за этого мешать, лишать места в детском саду не будет, потому что президент же тогда сказал, что смысла в этом с точки зрения медицины действительно нету, но если не хотите водить, ну не водить этого, если у вас есть возможность самому за ним смотреть, а не, скажем так, отдавать бабушкам и дедушкам, мы это вот не раз говорили уже. Анжела, чаще по телевизору нужно показывать рекламу для детей старше 50, вот опять старше 50 лет, ну ладно, меня это еще пока не касается, ладно, так как не все имеют доступ к интернету, бабушке и дедушке за 70 лет. ну на сегодняшний момент, как я вспоминаюсь, я уже осторожно по городу хожу, потому что я, по-моему, меня по телевизору покажут, если не этот, не ежедневно, то через день, где я постоянно это повторяю. Ну действительно, сейчас мы, может быть, с нашими коллегами и с журналистами обсудим этот вопрос и для того, чтобы создание именно этой социальной рекламы, ну хорошо, вопрос обсудим, но мы, я думаю, что при каждом, вы, наверное, Анжела, редко смотрите телевизор, но при каждом интервью каждый из наших медицинских работников на этой теме активно акцентирует внимание. Ну если недостаточно, продолжим. Александр, а что по поводу заучника, слушателей, переподготовки, лиц, повышающих коллег, в аудитории собираются по 100 человек, люди далеко не молодые, почему не принести такие сессии и занятия? Да, этот вопрос нами прорабатывается и решения принимаются в каждом случае индивидуально, учреждениям образования. Если говорить о действительно больших, поточных лекциях, которые реализуются в рамках доп. образования, на сегодняшний день руководители учреждения образования имеют возможности и имеют все правовые основания для переноса таких занятий на более поздние сроки. Кроме того, в отдельных случаях в учреждениях дополнительного образования взрослых, речь идет и о государственных учреждениях, и о негосударственной форме собственности учреждениях, принимаются решения о переведении таких занятий в так называемый дистанционный формат. Это если мы говорим об учреждениях дополнительного образования взрослых. Поэтому ваш вопрос мы услышали, мы дополнительно посмотрим еще вот эту ситуацию, промониторим, но на сегодняшний момент могу сказать, что такие вот массовые занятия они все-таки переформатируются либо переносятся в учреждениях доп. образования взрослых. Спасибо. Анастасия, при каких хронических заболеваниях у молодых особенно опасен COVID-19? Я стою на учете в поликлинике по сердцу. Это точный вопрос вам, наверное. Ну, с учетом того, что наиболее опасным усложнением является пневмония с нарушением внешнего дыхания и снабжения организма кислорода, тут, в принципе, и понятно, что заболевания сердца и легкие хронические, они являются определенным фактором риска. Но молодой возраст он, опять же, не предрасполагает к развитию пневмонии, теоретически да, есть опасность, но у молодого человека, наверное, все-таки это невысокое. По статистике, ну, это больше действительно, ну, раз уже взяли такой критерий, скажем, старше 50, хотя в статистике было, по-моему, написано старше 60 лет, да, 65 лет на первом месте это гипертоническая болезнь, если я не ошибаюсь, сахарный диабет на третьем, ну, и все это. Вот, серий, практически абсурдивный бронхит, вот это те заболевания, но это были исследования именно для людей старше 65 лет. У молодых сказать, что какая-то сопутствующая патология, ну, существенно увеличивает риск, но такого не скажет. Геннадий, здравствуйте, станет ли в ближайшее время возможным купить в аптеке экспресс-тест? Мы заказали экспресс-тест, на сегодняшний момент мы изучаем, как я уже говорил, их достоверность. Те тесты, которые по критериям именно ложноположительные заключения, мы простим. То есть, человек обратится за медицинской помощью, где он проверит валидированным тестом, и мы эти вопросы снимем. Нам основное выяснить, какой из тестов имеет наименьший риск ложно-отрицательных заключений для того, чтобы действительно не пропустить болезнь. Сейчас наши эксперты во главе с главным специалистом по лабораторной диагностике оценивают все имеющиеся информации по всем имеющимся экспресс-тестам для того, чтобы выбрать, какой из них будет оптимально. Задание на закупку уже размещено, то есть, закупка планируется. Антонина, учащая МГЛК. Нахожусь на карантине контакт приятного уровня. О, ну, это действительно достойно приятного уровня на свой экзамен и ГОС на две недели отработок допустят ли до экзаменов, если не успеют работать. Если у вас все-таки контакт не только приятного, но и первого уровня, то в этом плане по завершению карантина вам будет выдан либо больничный лист, либо справка, то, что нуждается. Соответственно, это будет являться основанием для переноса экзаменов либо допуска к ним. Да, я подтверждаю эту информацию в полном объеме. В учреждении образования будут созданы все необходимые условия. Даже такие рубежные даты, как итоговая аттестация, это вещи, которые подвижны. И дата, когда сдает, например, вся группа для человека в случае особых обстоятельств, может быть иной. Так, Федор Бенту, второй вопрос. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и чем это грозит? Ведь был случай с китайским студентом, который заразился второй раз и произошел летальный исход. На самом деле, по поводу этого случая эксперты очень долго и много дискутировали. пока на сегодняшний момент мнение экспертного сообщества, что первые тесты на коронавирус имели большой процент ложного положительного заключения. То есть, человек болел гриппом, парагриппом, любой другой вирусной инфекцией, получал положительный тест на коронавирус, в течение двух недель проходил лечение, получал два отрицательных теста и радостно выписывался домой и уже меньше соблюдал признаки осторожности, принципы осторожности, считая, что он этим уже переболел. На самом деле, это был не коронавирус, и у него была вероятность заболеть действительно коронавирусной инфекцией, что и произошло. Поэтому пока мнение экспертов ВОЗ о том, что после перенечивания коронавирусной инфекции формируется иммунитет, насколько он стойкий, это вопрос требует дальнейшего наблюдения, но точно стойкость определяется месяцами, это точно, годами или нет, это покажет время и наблюдение. Но то, что можно заразиться сразу второй раз, это считается виноват в этом ложноположительный результат первого теста. Яна, почему нет антисептиков в аптеках? Ну, антисептики периодически исчезают в аптеках, часто коммерческая форма собственности в государственной в большинстве есть. Сейчас, учитывая увеличенную потребность мы увеличиваем их дополнительная линия по их розливу. То есть, антисептиков достаточно, вопрос это маленькие флаконы и розлив. К тому же, вот эти дозировки, которые предназначены для индивидуального применения, закупалась и часть организации. Поэтому, Минздравом в этом плане разрешено аптекам дозировки по пол-литра что необходимо для юридического лица отпускать без рецепта, но по безналичному расчету юридическим лицам, что снизит выборку именно юридическими лицами индивидуальной дозировки. Во-вторых, антисептические салфетки, я думаю, имеют такую же эффективность, могут быть замены. Ну и в-третьих, мы или не могут быть? В принципе, могут быть использованы и обычные гигиенические салфетки, которые просто механические смывают какие-то частицы, которые могли оказаться у вас на руках. Поэтому здесь вопрос по антисептикам это вопрос пикового способа, который мы сейчас разными предприятиями удовлетворяем. Я думаю, что в ближайшее время мы увеличили количество предприятий, которые выпускают антисептики, часть предприятий перепрофилировала свое производство на их выпуске. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен во всех аптеках, а не только в аптеках государственной формы собственности. Так, Екатерина, Баргу, Первый Круз, как Минздрав относится к версии об искусственном происхождении COVID-19 в лабораториях Ухани? Я скажу свою точку зрения, а потом Олег Анатольевич свою скажет. Но, когда появляется новое заболевание, всегда появляется много конспирологических версий. в лабораториях, поэтому я отношусь к этому как к одной из них. Как вы относитесь? Ну, я отношусь точно так же. И, если вы смотрели передачи, так сказать, про животных, где показывают летучих мышей, вылетающих тысячами из пещеры и висящих змей, которые на них охотятся, и вот этот обмен различными вирусами, микробами и тому подобными вещами, происходящий, это более вероятный способ какой-то мутации имеющихся у них вирусов, чем какие-то создания в лабораториях и тому подобное. То есть, ну, вряд ли это. Так, Татьяна, здравствуй, вам не кажется, что мы идем по итальянскому сценарию развития пандемии? Нет, нам не то, что не кажется, мы как бы уверены, что у нас сценарий несколько другой. Почему? Объясню, что опять же, как я говорю, что Европа, в Европе, во-первых, нет санитарно-эпидемиологической службы, об этом нет инфекционных стационаров, то есть, нет инфекционных больниц. И в Италии произошло то, что опять же, что гласит закон Мерфи, что допустимые погрешности складываются так, чтобы причинить максимальный ущерб. Там заражение, во-первых, произошло человека активного, который при этом достаточно активно контрактировал, когда человек попал в обычную больницу, после чего он попал в реанимацию с пневмонией, где его, по-моему, на шестой или, на девятый день только оттипировали, и к этому времени было уже достаточно много зараженных именно среди взрослого населения. Это первое, второе среди медработников тех больниц, в которых они оказались. Что и привело к такому неконтролируемому распространению эпидемии, потому что она распространяла среди пожилого населения, которое требует интенсивной терапии чаще всего, и из-за оборотов было выключено достаточно значительное количество медперсонала, которое необходимо для этой интенсивной терапии. То есть там сошлось несколько приятных факторов, которые мы изначально пытались нивелировать своими нормативными документами разделением потоков движения пациентов. Ну что, наверное, последний вопрос? Недели четыре назад заболела, вылечилась примерно за неделю, но сухой кашель никак не проходит. Повторный поход по врачам тоже не помог. Можно и коронавирус выражаться только кашелью. Но больше на парагрипт, конечно, похоже, но вопрос в этом плане специалисту. Павелик Анатольевич вам. Ну, не совсем понятно, от чего вылечилась. То есть, если не было никаких контактов, не было обследований, то, в общем-то, могла и не вылечиться, а болеть каким-то респираторным обычным заболеванием, что, скорее всего, и сухой кашель здесь могут быть и парагрипп, и парагоклюш могут быть. То есть, ну, это нужно, это должна поликлиника разбираться, что с человеком происходит. Допускается ли возможность карантина, если ситуация с вирусом выйдет из-под контроля? Во-первых, надо всегда понимать, что вкладывается в понятие карантин. С точки зрения медиков карантин – это одно, с точки зрения людей некоторых карантин – это другое. Каждый вкладывает в это свое понятие. Еще раз говорю о том, что карантин – это всегда временная мера для того, чтобы дать передышку системе здравоохранения, для того, чтобы, скажем, выписать тех пациентов, если система перегружена, чтобы иметь возможность оказывать помощь. Мы в этом плане как бы делаем все и надеемся на то, что у нас принимаемая мера и социальное ответственность с нашим населением не приведет к тому, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию и будут признаки перегрузки системы здравоохранения. Поэтому, как я всем говорю, откуда вы все это знаете, вы не поверите. Студенты-медики поверят, нас этому учат. Нас этому учат долго и упорно, что надо делать в разных ситуациях, в том числе и при распространении инфекционных заболеваний. Когда вводить, какие меры, мы тоже знаем, как и трезво оцениваем их эффективность. Поэтому на сегодняшний момент мы выбираем наиболее эффективные меры и надеемся, что совместными усилиями до той ситуации, которая есть у наших соседей, когда фактически приходится парализовывать жизнь страны, ситуация не дойдет, точнее не то, что не дойдет. Если надеется, дойдет или не дойдет, это одна ситуация. А основная задача сделать, чтобы до этой ситуации не довести, а это уже зависит от нас. Система здравоохранения мобилизовалась, она мобилизована, она работает, скажем так, в углу суд в режиме 24 на 7. Сейчас мы надеемся, что произойдет мобилизация еще и общества. И в этом случае тогда, скажем так, ни у какого вируса шансов не будет. Все, коллеги, хоть я вас и не видел, но приятно пообщаться. Надеюсь, что все-таки те флюиды, которые мы чувствовали через камеры, сходящие от молодого поколения, все-таки мы закончим на позитиве. Как Антонина описалась, я вам все-таки тоже пожелаю как можно больше контакта в приятном уровне, полное отсутствие контакта в первое и второе уровне, ну и отсутствие, в первую очередь, здоровья, отсутствие всяких заболеваний. Ну и надеюсь, все знания, как мы ответили на наиболее волнующие у вас вопросы. Если есть какие-то вопросы, на которые вы не получили ответ сейчас, можете обращаться на наш сайт, мы будем стараться на них отвечать. Но и от вас все-таки ждем взвешенной позиции и доведите ту информацию, которую получили, да, для своих близких. И сейчас это вот как раз та ситуация, когда мы в ответе за своих родных и близких. Потому что это не тот случай, в отличие от гриппа, где в УЗИМе, УЗИМа группа, это дети и старики, то здесь и молодежь, то, что касалось для ГРИПа, H1N1, то здесь молодежь, подростки, дети, они находятся в меню ЗИМе группе, и они должны в этом плане действительно помочь нашим пожилым и защитить их. Это наша ответственность, я думаю, что каждый из нас ее осознает. Спасибо огромное. И до новых встреч, надеюсь, по более приятным поводам. Со студентами-медиками встретимся на распределении. Да, слово. Спасибо, уважаемые друзья. Действительно, со студентами мы вот в таких масштабных, скажем, мероприятиях встречаемся не так часто. Но вот интересный получился формат. Я хотел бы от лица Министерства образования пожелать вам удачи в освоении гранита науки, которую вы осваиваете, для вас это главное. Вы действительно в том находитесь в возрасте, когда нужно эффективно получать новые знания и думать о том, как вы будете применять их в будущем. А в любой ситуации молодой человек находит возможности как себя реализовать наиболее эффективно. И вот с точки зрения, скажем, моей лично, сегодня хорошее время для того, чтобы лекции перенесены, некоторые поточные, первые пары перенесены на более позднее время, есть возможность для того, чтобы получать дополнительное знание из интернета, смотреть курсы дистанционные, учить иностранные языки и становиться действительно в будущем, готовиться к тому, чтобы стать эффективными специалистами, профессионалами своего дела. Хорошее время для этого. Спасибо. Олег Анатольевич. Я хочу присоединиться к выступающим. Конечно, молодежь это наше будущее. У нас в больнице это клиническая база для обучения студентов, медиков. Сейчас мы вас не видим по причине эпидемиологической ситуации. То есть занятия перенесены на другие базы, но тем не менее вся эта ситуация с нашими общими усилиями она разрешится. Будем надеяться в не очень большое время вы вернетесь на нашу базу. Мы будем видеть вас, будем видеть нашу смену, будем работать и все у нас будет хорошо. Спасибо. Закончив фразу, кто-то из великих сказал, что верить всему и сомневаться во всем два одинаково удобных решения. они избавляют нас от необходимости думать. Поэтому здесь я все-таки надеюсь, что мы будем думать, принимать взвешенные решения, а главное в ситуации с коронавирусной инфекцией, чтобы никто из вас не впадал в две деметрально противоположные крайности. Первая крайность это все плохо, то есть этот вирус всех нас ведет в могилу. На самом деле могу сказать, что в 2009 году все говорили о том, что мы все умрут от свиного гриппа. в 2003-м от атипичной пневмонии, то есть каждый год человечество находило себе причину, какая причина его должна свести в могилу. На самом деле коронавирус это тоже не та причина. То есть это первая крайность. А вторая крайность не менять вообще никаких своих привычек и вести абсолютно скажем так прежний образ жизни, мотивирует тем, что в заразах заразе не пристает. На самом деле это две диаметральные противокрайности, которые я вам точно не советую. Истина где-то посередине. То есть понятно, что это та проблема, с которой человечество справится. Понятно, что это не последняя эпидемия, с которой мы еще будем сталкиваться. Потому что вирусы, бактерии это наши неизбежные спутники и никуда мы от них не денемся. но с другой стороны это повод действительно задуматься о здоровом образе жизни и о принципах безопасности, которые в нашем неспокойном мире никогда точно лишним не будут. Поэтому здоровья вам всем и всего самого-самого доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok